Всем привет! Это у нас вилла, данж, скажем так, последний и первый босс. Видео будет разделено на две части. Первая часть — это основные боссы, которые, в принципе, есть в этом данже. Да, их трое — это минотавр, лучница и, соответственно, последний босс. И также есть четыре потайных босса. То есть вот второе видео будет посвящено уже убийству именно потайных боссов. Поэтому мы поговорим о первом боссе. На нас учет идет минотавр, так называемый Кенрас. То есть что он себя представляет? Здесь есть возможность его усилить, как и всех боссов в данном подземелье. То есть первого минотавра, лучника и ласта. Вот я как раз бегу к этой штучке. Там можно поднять флаг и усилить его. Его, лучника и минотавра. Если всех усиляете, то в конце получается потайной, так называемый ласт, он будет тоже усилен. На этом на виде канале есть видео, где на танке как раз таки мы его закрывали. Что надо знать по механике именно о минотавре в первом боссе? Усилять его смысла не было особо убивать. Думаю, это теоретически может быть и возможно, но очень странновато. В принципе, не было смысла. Проходим его без усиления, в обычном формате, ветеранском. Босс имеет несколько механик. Он, получается, кидает в рандомное место, вот по мне, с памятью, тотем. Тотем надо убивать, желательно быстро, потому что он начинает рандомно спамить в сопартийцев. Также у него есть несколько атак, которые могут шотить. Это... Сейчас он заберет свою косу. Косу свою бросил. То есть куча ауешек, все это не смертельно, все это не критично. Из основных механик убиваем тотем и следим за появлением ящериц. Вот он сейчас возьмет свою косу. Косу булаву. Вот. И у него есть вот атака, которую может шотнуть. Вот она получается. Погром. От нее доджимся. Все остальное, в принципе, нас не убивает. И следим за появлением ящериц. Вот такие ящерицы появляются. У них получается есть аура. Если эта ящерица подходит своей аурой к боссу, босс попадает, так называемым, в энрейдж. Состояние агрессии и становится значительно сильнее. Соответственно, в группе желательно не подпускать ящерица, убивать ее по фокусу максимально быстро. В моем же случае, как бы, она подходит. Вот. Просто, видите, значительно сильнее по мне бьет. Но это, опять же, не смертельно. Оттемь появился. Оттемь фокусим. То есть, в принципе, волос далеко не самый сложный. Мало у него таких механик, которые могут нас там выяпануть. Прошелся он довольно-таки быстро. В отличие от второго босса, но о нем отдельно поговорим. Вот. Какой-то огневый взрыв. На это тоже уворачиваемся. То есть, в принципе, все уходит в уворот, если мы говорим о роли ДДшки. Если вы танк, то, соответственно, все в блок. Но имейте в виду, что там даже для танка, будучи в усиленном формате, если ящерица вдруг коснется босса вот это, то там даже в блок прилетает очень сильно. Здесь все у нас несколько проще. Фокусим ящерицу, выбиваем. Рейдж спадет с босса, можно с ним уже в ближнем бою драться. Главное, ни разу не пропустить уворот, потому что это нас значительно проседает. С группой проходится довольно-таки легко. Танк стоит на месте и весь бой его держит. Единственное исключение, когда босс начинает бежать за своей кувалдой, которую он бросает. То есть тот момент, когда он бросает кубалду, от нее отходят небольшие ОЕшки маленькие, рандомно там по арене ползают. Но это вообще не критично, не страшно. В принципе, это постоянное движение, к чему, в принципе, и стоит сводить в ТСО данжи именно в бесконечном движении. Много прожимов, кувырков, блоков и так далее. Чем больше механик, тем лучше. Все это позволяет нашим рукам лучше работать. Опять Ящерица идет, которую сейчас довольно-таки долго буду убивать, потому что я полно ее заметил. Это не критично. В принципе, через щит босс довольно-таки хорошо принимается. Да, вот Андреич у него спал уже, потому что я щит от него отошла. Все довольно-таки легко и просто. Отхила у Сорки хватает более чем. Главное не пропустить ни одну атаку, которая нас может шотнуть. Опять не бросил тотем, соответственно, я вижу это. Фокус его номер один. Бьет он не смертельно, но больно. По 2500 закидывает довольно-таки быстро. Попытный босс. Интересно тренироваться. Не сильный, но позволяет, скажем так, вам хорошо натренировать ваши руки, потому что действительно много механик, много движений и нельзя возможно стоять на месте. Пару шотовщих механик, больше ничего в принципе нет. Так что желаю тут вам особых успехов, удач, кто захочет потестить. Вот это возможно вполне. В принципе, героин и хейми можно его убить. Будет чуть больше возни, будет чуть больше беготни, но в принципе у нас ресурсов полно. Манку мы ни разу не прожали. Чуть больше хавиатак и мана будет фуловая. Стамины очень много, но курков мы потенциально еще можем сделать огромное количество. Поэтому чисто теоретически хм проходится усиленный. Может быть даже отдельное видео по этому запишу поводу. Ну конкретно его можно. Второй босс там значительно сложнее, даже без хм она выглядит существенно сильнее. Там больше механик, больше всего и это все накладывает свои отпечатки. Да, мы с ней заканчиваем. Первый пошел. Крэриц. Переходим в гос. номер два. Капитан Геймина, так называемая. Лучник. Очень сильный соперник, с огромным уроном, потому что лает атаки по 15-200 по мне впрягают. Плюс еще пища атака. Вот это железный, если не ошибаюсь, куклак. Там что-то железное было, не успел прочитать. Плюс она расставляет ловушки, плюс вот делает целый серый экран на одном из сопартийцев будет. В данном случае я один, поэтому на мне. Это означает, что она на того игрока переместится моментально. Ну довольно-таки. То есть какое-то время на него переместится и сделает ауешку. Соответственно, надо его в блок принимать и желательно отходить из сопартийцев. Также она вызывает лучников. Вот опять серый экран. То есть я знаю, что она какое-то время будет на меня телепортироваться, мне надо будет выбежать оттуда. Блокировать ее смысла особо мне здесь нет, потому что мне проще от нее выбежать. Если вы с группой, то босс после этого сразу вернется на танка, допустим. В моем же случае она будет меня продолжать бить, поэтому мне лучше от нее выбежать и вернуться. Лученики тоже напрягают, бьют не сильно. У них есть атака, которая заряжается. Она тоже плохо блочится, то есть она нас отталкивает. Соответственно, лучше лучников не допускать к себе близко. В районе 70% будет новая механика. Особенно, скажем так, сложная, которая ближе к концу как бы повторится и будет значительно хуже. Да, на 70% босс становится неуязвимым и вызывает как-то не хривой воздушный отронах. Бьет он сильно, то есть его лайк атаки выходит огромный урон. Сейчас увидите. По 17000 в лайт атаке. Это больно. Плюс также куча лавы от босса отходит. Это не смертельно, но неприятно. Плюс лучники все. В скупе это довольно-таки много движений и так далее. В принципе вот сложно. Перехилить этого товарища сложно, без щитов. Столько кувыркаться невозможно, поэтому тоже кайтить его довольно-таки сложно. Он довольно-таки с дистанции достает. Неплохо. И двигаться быстро. Как только его добиваем, босс выходит из неуязвимого режима и продолжается бой, но уже с добавлением механик. Что у нас нового? У нас появляются собаки, которые вешают на нас, если не ошибаюсь, какие-то доты, что-то типа того. Очень неприятные товарищи. Не смертельно бьют, но больно. Плюс у босса вот конусные атаки две появляются. Если вы танк и вы с группой, то в идеале вам всегда босса отвернуть от группы, потому что эти конусные атаки очень сильно бьют. Я же когда был соло, я бегал вплотную к боссу и кружил его. Соответственно его механика, ну это данные конусные атаки, уходили мимо. Вот они. Раз, мимо. Вторая, мимо. То есть их можно заблочить, можно принять в уворот и прочее, но опять же не надо беречь асамина, потому что бой довольно-таки еще долгий. Как-то победить хочется на 150% ему сбили. Главное, не забываем дожить его атаки, мы убиваем лучников, блочим или дожим их атаки. Вот. Опять же мне в данном случае не надо забывать, что у него скоро будет конус. Плюс серый экран, плюс собаки. Плюс вот счетующие атаки босса. Короче, тут говно столько, что мама не горит. Плюс повсюду ловушки какие-то разбросные, которые могут замедлить. Они бьют слабо, но в основном больше контроль вешают, типа замедления или что-то типа того. Собак я старался убивать максимально быстро, потому что они очень напрягают. Не всегда успевая выбегать из ауешки, приходится принимать ее в блок. Ну ладно, это не смертельно. То есть, в принципе, когда вы играете с группой, это легко довольно-таки делается. Сейчас будет скоро начинаться вторая фаза, и она довольно-таки для меня самая сложная была. То есть, этого босса пришлось прям потратить не один раз, потому что он сложный соперник. Попасть в конус там, да, или чуть не заблоджил, не задоджил, он блок пропустил, и все, и к вам хана. Вот новая механика, новая фаза. У нас больше теперь, у нас помини от ранаха воздушного, лучники. Плюс та же лава, но довольно-таки, она более интенсивно спамится. И, соответственно, сам от ранах. Босс на этот момент не мешает, поэтому можно спокойненько, вроде казалось бы, бить. Но, учитывая, что тут от ранах бьет по 17 тысяч, извините, тут спокойной жизни не будет вам. У меня щиты по мне, ну, практически ПКД, стараюсь. Сам прикол, что сейчас от ранаха убьем, появится второй от ранах, то есть их будет два подряд. Но это, опять же, не смертельно, в принципе, вот эта стадия переживается довольно-таки неплохо. Опасность именно большую представляет нам сам босс. Ну, не забываем доджитсу. Вот лучник попал по мне, оттолкнул, хотя я был в блоке. Приятного в нем тоже мало. Не больно, но неприятно. Толкнет вас в самый неудачный момент, и вы не сможете либо сбочить что-то другое, либо с доджитсом. Поэтому данный босс оказался максимально неприятным товарищам. Ну, в принципе, где-то сколько я... Часа, наверное, полтора плюс-минус у меня ушло попыток, ну, в плане по времени. Сколько это было попыток, я уже не считал, но в итоге справился. Лучник попал, называется. Вот второй от ранах. Сейчас тоже самая механика, те же собаки, лучники, лава. Убиваем от ранах, и босс выходит из неуязвимости. И, соответственно, продолжаем бой с ним, уже миллион триста надо как-то добивать. Ни разу не ошибиться, потому что механика, которую нас убивают, много. Бой длится порядка девяти минут на всё про всё, то есть ни разу не ошибиться за девять минут. Ну, это опасно. Потребует атлас и сноровки. На ХМе тут ничего не меняется, по сути. То есть усилить босса данного тоже можно в самом начале. Если вы убили первого босса в ХМе, то этого тоже есть возможность усилить. Интересная механика, которая появилась не так давно, с позапрошлого, если не ошибаюсь, обновления, когда вы можете уделять каждого босса в отдельности в данже. Это круто, на самом деле. Это интересно, что-то новенькое. В двух данжах это реализовано. В каменном саду и вот здесь, на вилле. Сейчас добьём от ранаха, да, и самый ответственный момент. Здесь, как бы, самые основные переживания начинаются. Нельзя пропустить момент конусной атаки босса. Потому что это меня очень сильно бьёт. Плюс она постоянно слайд-атача довольно-таки сильно. Плюс круги, плюс собаки, плюс лучники, плюс какие-то ловушки, ауешки. Дерьма столько, что успей её разгрести, называется. Дайте лопату до побольше. Вот эта фаза для меня была максимально сложной, наверное. Ресурсов хватает, в принципе. Банке приходилось юзать, потому что были ситуации, по крайней мере, на стадии, не знаю, вот на конечной фазе, сколько банку я прожал раз, ну, по крайней мере, сейчас прожал. А вообще, ну, может быть, штуки 3, плюс-минус. Забой бывало, потому что прожимал. Да, не всегда это удачно. Вот попал, по мне, на 20 встречных тысяч конусной атакой. Второй именно. Так что это очень неприятно. После этого надо максимально быстро отхилиться, либо защитоваться. То есть в таких ситуациях, когда тебя просаживают в ноль почти. Опять конусная атака, ещё одна конусная атака. То есть тут ещё одна уже шотовая атака. То есть 3 кубых качеств пришлось сделать, чтобы просто не сдохнуть. Немножко отдышаться, отбежать. Тут я банку всё хочу прожать. У меня банка в откате. Тут надо катить эти конусные круги. Блок. Успел. Тут всё на грани. Хорошо, что лучник появился прямо здесь. Вот банка откатилась, прожал. Всё, хорошо. Теперь я готов продолжать бой. Тут я вообще думал уже всё с умру, потому что, ну, такое волнение. Блок. А нет, коварок ушёл. Отлично. Всё, босса добил. Я не ожидал, что я его добью в этот момент. Всё. Сдохнул с облегчением. Но было плотно. Очень плотный бой. Очень плотный босс сам по себе. Так, переходим к последнему боссу. Повелитель пламени Кратис. Слабый товарищ. Прошёлся он с первой попытки, грубо говоря. Были сомнения по поводу там одной механики. Вообще, бой разделён тут по смыслу на две части. Бой вот на этой площадке. И после он перейдёт вот за стену. Убежит. Сейчас увидите. Из основного, что нам надо иметь в виду. Вот у него есть две, получается, атаки. Первая, это вот круговая вокруг себя. Ну, круговая, да. Которую он спамит возле себя. И нам, соответственно, надо в неё моментально быстро выйти. В том числе, даже если вы танк, в ней стоять не стоит. В этот момент он вызывает призраков. Их надо сливать. И вторая атака у него, это всё вокруг в огне, кроме площадки вместе с ним. Но появляется, соответственно, вот этот здоровый товарищ. Огненный, который бьёт по раму очень больно. Сейчас скажу, поскольку. По 14-18 тысяч. 19-500. Это не смертельно. Вот плюс у него есть вот какой-то замах. Скорее всего он шотит. Я не проверял. Принимал его ворот. Во всём остальном, в принципе, жить можно. В этот момент босс нас не напрягает сильно. Босс, в принципе, бьёт очень слабо. То есть, именно тут больше расчёт идёт на механики. Механики дополнительных вот этих призраков. Дополнительного вот этого Огненного. Сам босс такой больше невинный. Что нам надо знать? Сейчас мы до 60% почти его опускаем. До 65% примерно плюс-минус. Он закончит бой в этой фазе и перейдёт в следующую комнату. Там мы будем уже продолжать с ним бой. Там чуть всё посложнее. Там площадка не такая открытая. Но смысл будет тот же самый. Тоже зона вокруг него вот такая. Зона безопасности возле него. Призраки на тронах. Но площадка будет менее удобная. Постоянные движухи. Но там есть возможность катить. Поэтому всё довольно-таки решимо. Сейчас босс немножко отхилится и переходит в вторую площадку. Мы соответственно должны проследовать максимально быстро за ним. Здесь что-то в виде бассейна сделано. Такой типа арены. Нам надо сейчас добежать до него. Начать с ним соответственно бой. Здесь есть механика определённая. Которая нас знакомит по ходу прохождения данжа. Когда босс телепортируется в другую часть бассейна. И всё остальное вот становится в огне. Мы должны упасть вниз. И соответственно подпрыгнуть к боссу на ту площадку, где он сейчас находится. Секундочку. Вот. И бой происходит здесь. Появляется атомнак. Очень узкая дорожка. Бежать особо некуда. Соответственно если вы не вытолковываете этот урон, то печально. Не забываем кувыркаться. Вот. Плюс начинает босс немножко спаймить по-моему какие-то атаки. Всё это должно... Желательно чтобы не накладывалось в этом и блочем конус на атаку босса. От группы разворачивай. Вот в идеале чтобы всё это не наложил вместе с ударом данного товарища. Либо всё через щиты принимать, либо быстрее его убивать. Ну группа эта довольно-таки легко заливается. В принципе сейчас немножко движемся. Убиваем призраков. Ждём пока босс перелетит опять на другую сторону бассейна. Мы падаем вниз. Тут можно ребафнуться и залететь к нему опять. И продолжаем бой. В данном случае пока вот я проходил в соло, я не каждый раз после прыжка появлялся этот здоровый огненный атронах. Хотя когда мы проходили группой, он появлялся каждый раз. Не знаю с чем это связано, но в общем он ещё появится и неоднократно. На хм здесь всё то же самое, просто чуть сильнее бьют. Во всём остальном вот эти призраки чем опасны, они когда подходят к тебе, немножко подкусывают и вешают на тебя дебаф. Ну и довольно-таки легко катить, они медленные, можно двигаться бесконечно по этой арене. Поэтому в принципе никакой угрозы особой там. Здесь ничего такого нет. Не забываем щитоваться, не забываем наносить урон. Постоянно идём в отхиле. Вот и всё по сути. Ждём пока босс сейчас будет перелетать на новую площадку. Блокируем. Оп, всё отлично. Вот и бежим за боссом. Тут я прыгну сейчас как-то неудачно. Ну бывает, бывает. Залетаем наверх, соответственно, да. Вот опять появился наш отронах. Он по большей части предоставляет самую такую большую опасность. Именно в скупе с боссом мне нельзя ошибиться и не поймать пару атак одновременно. Как и босса вот эти ауешки или там что-то типа конусной атаки. Ещё и лайтовую атаку этого здорового дяденьки. Блок. Поэтому я немножко двигался, чтобы не принимать лайт-атаки от отронаха. А теперь у нас ещё и призраки появились. Тут мы доджимся. Всё прекрасно. Немножко дадим себе фору. В группе это довольно-таки быстро проходится. Опять же, босс перемещается. Прожимаем баночку. Да, бежим к боссу. И продолжаем фазу боя. Идогонь походу всех ещё сжигания не сжигает. Там призраки не бегут. Экран подвис. Всё, подвис. Во всём остальном всё очень довольно. Ну, как бы, лёгкий бой происходит. И себя понимать в механике. В основном, в принципе, куда двигаться, зачем двигаться. Смотреть не клавиатуру, соответственно, а на босса. Чтобы этим заниматься, естественно, вам надо прекрасно понимать, что вы когда нажимаете. Когда у вас кончится дорожка. Когда вам надо бафаться. То есть, какой-то, может быть, опыт или интуитивный, скажем так, образ. Потому что мои глаза были направлены на босса. То есть, я вижу, куда надо блокировать. Даже не столько надписи, сколько именно на его действия. На руки там. Всё, что-то вкапаться. Добиваем босса. Конечно, большую ульту, чтобы ещё этого товарища залить, если вдруг босса не смогу. Можно было, конечно, сфокусироваться на боссе и убить его быстро. Того товарища довольно легко переживаю. Блок. Отлично. Всё, 120 кхп. Не пропустить в этот момент что-то ответственное. Всё, добиваем босса. Всё, босс убит, да, добит дорожкой. Ждём вторую часть. Вот здесь, в этой арене появится у нас скрытый ласт. Вот так он выглядит примерно. За убийство его на хэме можно получить вот такую штуковину. Вот именно в этой арене будет внизу бой с ним. Во второй части я постараюсь это сделать и, соответственно, уже более подробно об этом буду показывать своим видео. Желаю всем успехов. Спасибо большое. И побед. Пока-пока.